ESR Meter. Выполняю очередную просьбу своего подписчика на моем канале, который попросил схему простого ESR Meter для проверки электролитических конденсаторов. Этот прибор для измерения эквивалентного последовательного сопротивления электролитических конденсаторов на высоких частотах. Таким прибором можно легко и быстро проверить работоспособность и качество конденсатора на платах. При этом конденсаторы можно не выпаивать, а проверять прямо на платах. Ну конечно обесточенная плата. Прибор не боится остаточного заряда конденсатора, кроме конденсаторов с ямкостями больше 5000 микрофарад или высоковольтных и не требует соблюдения правильности полярности подключения при измерениях. Этот фактор сильно упрощает процесс измерения. Итак, как же эта схема работает? Проверяемый конденсатор подключается к щупам X1 и X2. При этом в обмотке трансформатора начинает генерироваться сигнал с частотой около 50 до 60 кГц. В зависимости от состояния проверяемого конденсатора, амплитуда этого сигнала будет иметь определенный уровень. При включении питания и разомкнутых контактах щупов X1 и X2 загорится светодиод L1. Если теперь коснута щупами выводов хорошего и справного конденсатора, полярность не имеет значения. Повторяю, светодиод должен полностью погаснуть. Работоспособность этого измерителя легко проверить, замкнув между собой щупы. Светодиод при этом также должен погаснуть. При плохом конденсаторе светодиод будет продолжать гореть с яркостью, соответствующей значению его сопротивления. Автор схемы указывает, что резистор R2 должен быть мощностью 2 Вт. Он ограничивает ток разряда проверяемого конденсатора. Питается схема от батарейки или аккумулятора напряжением от 1,2 В до 1,5 В. Схема простая, ее может повторить любой радиолюбитель. Параметры изготовления трансформатора будут даны в описании под роликом. Также там будет линк на схему и линк на источник этой схемы. Я благодарю автора этой схемы. Также я жду отзывы в комментариях по этой схеме и по этому видеоролику. Если вам понравился этот материал, поставьте пожалуйста лайк. А кто впервые на моем канале, подпишитесь пожалуйста на канал.